Памятник Путину Какой памятник? На кладбище или на площади? Какой памятник? Это очень сложный вопрос, где его поставить. Не знаю, но в людном месте, чтобы им любовались все. При жизни? Нет. Более того, Путину пора уходить. Не надо, да? Нет. При жизни зачем вставить? Это очень редкий случай, и это должны быть такие выдающиеся заслужения. Памятники обычно ставят уже умершим героям и деятелям. Поэтому, я думаю, этот вопрос еще рано поднимать. Вы знаете, давайте потомки рассудят. Пока живой не надо, да? Ничего ставить. Не стоит, конечно, делать из чего-то, не создая себе кумира. Всегда есть определенная каста управленческая вверх. Вы же понимаете, да? В общем-то, конечно, он является гарантом, собственно, страны по конституционному праву и по закону, и по факту. Да. И это правильно. Вот. Ну, как у каждого управленца, каждый живой человек имеет свои определенные, скажем так, грехи, вот, собственно, говорят. Ну, это закономерное, да, явление. Но он является отцом для России, вот. В данный момент он, конечно, для России очень многое делает. Это правильно. А что он, например? Ну, как? Что, например? Конечно, то, что он выбрал, допустим, свою реалию такой политической. Именно... Спасибо, чуть-чуть дальше. Вот. Именно внешнюю политику, это правильно, но не надо и о людях забывать. И когда, понятно, где-то уже, соответственно, решается, что за счет там бюджета решаются и другие вопросы, вот, это уже закон материализма. Где-то что-то прибудет, где-то что-то убудет. И мы видим, как никто другой, именно по всему, по быту обычному, вот, что люди просто действительно становятся за гранью социальной жизни. Те, которые, в общем-то, отработали по 40 и больше лет. Нет. Думаю, что нет. Почему? Ну, возможно, через какое-то время, через значительное время можно будет. А при жизни, пока он ничего такого особого не сделал, думаю, что пока не стоит. Есть более великие люди. При жизни или после? При жизни нет. А после, да. Почему? После-то понятно, что придет. А зачем? Зачем при жизни ставить? Человек живой, творит, очень хорошо. Чего хорошего сделал? Чего хорошего? А что, мы плохо живем? Да. Мы по последней 10 лет живем хорошо. Мы плохо. А вы хорошо. Вы вот тут интервью берете. Что вы 10 лет назад делали? Мы от плохой жизни берем. Согласен. Нужно. За Крым. Нужно. Я думаю, за Крым нужно. Какой памятник? На могиле или где? Я бы живому бы ему поставил за это дело. Что сделал? Живому бы. Так как художник, я бы живой бы его отбил бы. Но так мне не дадут работать на столь лучшем гералитете. Я бы присутствовал при этом. Не, ребята. Не буду ли ты по-русски? Я же уже сказал. Я индифферентно отношусь к политике. После смерти, наверное, на могиле обязательно надо. А как же? Нет. Я считаю, что Путину памятник поставить не нужно. Почему? Во-первых, при жизни никому памятники не ставят. Это первое. И второе. Пусть Владимир Владимирович до конца доведет свою миссию. Мы его все поддерживаем. Мы верим в него. У него большой кредит доверия. На сегодняшний день никаких памятников. Просто наша поддержка. И физическая, и моральная, и душевная. А на чем вот основано это доверие? Он же уже 17 лет у власти. Очень хорошо. В России жить надо долго и править надо долго. И чем больше человек во власти, тем больше он начинает понимать эту власть. У нас нельзя менять, как это делается в некоторых странах, через 8 лет. Человек не успевает умом Россию понять. А ее нужно понять именно умом. Он понял, наконец? Не знаю, наверное. Посмотрим, что будет вот сейчас. Он немножечко взял тайм-аут, как вы знаете. И выжидает. Правильно делает. Молодец. Пусть подождет. Посмотрим, в чем дело. Мы все тоже, прильнув к телевизору, смотрим за событиями, слушаем радио. К сожалению, без газеты. Это к сожалению. Но, тем не менее, следим, следим. И мой круг знакомых следит за событиями, которые происходят. Не бойтесь. Все равно будет все хорошо. Россия сильная страна. Мы пережили 300 лет татаро-монгольского ига. Мы пережили 300 лет Романовых. Мы пережили и революцию. И Путина тоже, да, переживем? И Путина. И Путина переживем. Ничего страшного нет. Но сегодня это единственный лидер. Если вы мне сейчас здесь назовете второго лидера, я подумаю над этим. Скажите, кто может на сегодняшний день, вот с завтрашнего дня его заменить? Любой. Абсолютно любой. Любой кто? Любой кто угодно. Человек имеется в виду? Да. Ну, наверное, если вы так думаете. Это ваше право так думать. Я, например, не смогу его заменить. В самом крайнем случае, если... Естественно. В самом крайнем случае, если его заменит любой, то будет так же. Не думаю, не думаю. Потому что вот вы, я, мы просто сегодня не в теме. Если завтра нам скажут решить какой-то вопрос, мы не сможем. Потому что это надо будет войти в эту систему, правильно? Посоветоваться, спросить мнение. Хотя бы у своих товарищей, у ее об окружении. Но если вас сейчас вот так вот взять под ручки и привезти, сказать, решайте. Разве можно решить? Я бы не смог. Честно. 17 лет уже пора решать. Очень трудно. Очень трудно. Когда страны Западной Европы у наших границ ядерное оружие выставляют, это угроза? Я считаю, что это угроза не только для нашей страны, но и для всего мира. Потому что изобретение таких опаснейших, на мой взгляд, инструментов убийств, по-другому я не могу их назвать, это угроза мировая. Не могу сказать. Не знаю. Надо сначала точно знать, размещают ли они свое оружие. Откуда вы знаете? Ни в коем случае. Почему? Так как наше оружие может взорвать, расшесть всю планету. И, извините, Владимир Владимирович, красавчик в этом случае, причем не он сам, а те превышние руководители, которые теневого плана мы не знаем. Это провокация, угроза. Ну, не знаю, главное, не должно быть у людей перекоса, собственно говоря, должно быть объективное мышление, а не стереотип его, собственно говоря. Не надо делать подлоги между субъективным восприятием и объективными данными. Вот. И так однозначно тоже это некорректный совсем вопрос. Я считаю, что это неправильно. Да, что это может быть угрозой. Да кому-то что-то выгодно, кто-то от кого-то хочет каких-то денег. Всегда ищи, кому это выгодно. Это угроза для России. Я не знаю, я не знаю будущего, поэтому не могу сказать. Они нас боятся, мы же всех пугаем, мы же дикие. Нас же все боятся во всем мире. Ну, для России, как и для государства, считаю, что да. А когда Китай то же самое делает? Аналогично. То есть он нам не друг? Ну, друг. Не очень верный друг, да? Здесь нет такого определения друг в отношениях между странами. То есть нужно всегда быть на сторожей, на чеку. То же самое мнение. Оно остается, потому что каких бы она руках ни находилась, гуманных или нет, это все-таки опасность. Посто-восточную Европу воспринимают как угрозу, а Китай почему-то как друга. Ну да, это наш всегда был друг. Я не воспринимаю их. Это просто соперничество. Ну вы как вот воспринимаете, что они разместили оружие, это угроза нам, Китая? Если они действительно разместили оружие, я не считаю это угрозой. Почему? Ну, потому что мы же тоже размещаем свое оружие где-то, наша страна. Что это угроза для другой страны? Не знаю, не уверен. Потому что надо точно знать, размещают ли они оружие. Ну вы просто изначально задали вопрос о Европе, а сейчас почему-то перешли на Китай. Чтобы сравнить. В смысле, для меня лично я не дифферентно отношусь к политике, ни Китая, ни... К ядерному оружию как вы относитесь? В смысле, на к ядерном оружии? Опять-таки, я в этом не разбираюсь, зачем мне компетентно рассказывать что-то. Аналогично. То есть не друзья нам, китайцы? Ну, пока-то мы с ними друзья. Может поменяться, да? Ну, это всегда может поменяться. Как говорил Александр Третий, по-моему, что в России только трое друзей армии. Армия и флот, да. Что-то да, и флот, да. Ну, китайцы же хитрые. Ну, пока они нам друзья. Вы на самом деле хотели спросить то же самое про Китай. Вот когда Китай так делает, то это угроза для России? Ну, вы знаете, нельзя лицемерить, что, конечно, правит сила какими-то стереотипами, заданными мышлением для всей политической, да, касты. Вот, и проще быть либералами демократичного такого налета, вот, если иметь за собой эту силу, конечно, если... Ну, все-таки ставят, я думаю, не просто же так. Даже для чего-то это делается. Вы Китай воспринимаете как друга России? Друга России... А почему нет? Потому что он ядерное оружие ставит у наших границ. На прошлой неделе поставил. Ну, у меня есть знакомые из Китая. Я, в принципе, не с ними нормальную дружу, поэтому я воспринимаю как друга. Я была в Китае, я видела. Они выгоду ищут, они деньги ищут, поэтому это не угроза, а просто кто-то где-то какие-то деньги делает. А кто это, почему это делает деньги? Это все равно угроза для России. Любая страна, которая ставит оружие у границ России, является угрозой для нас. Будь то самые дружественные страны, которые сейчас окружают нас, будь то Туркменистан, Туркмения, Казахстан, это все равно угроза. Китайцы все боятся. Вообще, мир устроен так, все друг друга боятся. Мы боимся Китая? Мы всех боимся. Китая, Трампа, Путина. Вообще, мы всех боимся. В этом суть. Жадность и страх. Вот две вещи, которые как бы управляют современным, не только нашим государством, всем миром. А ну, с Китаем у нас давно граница, и пацаны, как бы, тут говорить-то вообще, просто банально смешно. Так угроза или нет? Смешно. Друзья мы с ними? Да нет, конечно.